Соглашение об ассоциации Украина-ИЭС. Сегодня свое слово должен сказать Нидерландский парламент. Ратифицировали депутаты соглашение или нет? Рассмотрение вопроса отложили до позднего вечера. Все подробности сейчас узнаем у Елены Зориной, она сейчас в Голландии. Лен, здравствуй, расскажи, какие результаты голосования и что они означают для Украины? Да, Кать, добрый вечер. Но все-таки ратификация состоялась. Я бы сказала, что это на самом деле полупобеда. Решение, по сути, было компромиссным между Брюсселем и Гаагой. Голландцы оттягивали ратификацию как могли. Сначала был референдум, когда 60% жителей высказались против. Затем оттягивали голосование в парламенте. Ну и, собственно, Нидерланды это единственная страна, член ЕС, которая не поддержала ратификацию. Чтобы голландцы сказали, да, по их требованию в документ нужно было внести вправки, в частности. В нем нет обязательства оказывать Украине военную помощь, а также предоставлять нашим гражданам право проживать и работать в Евросоюзе. Но и самое важное, документ не дает Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Лишь после этого правительство Нидерландово одобрило документ, но и также сегодня за него проголосовали в Нижней палате парламента. Поддержали документ 89 из 150 депутатов. И хочу сказать, что все происходило по особой процедуре у каждого депутата. Спрашивали, поддерживает он ратификацию или нет. Ну и само голосование происходило, собственно, в последний день. Завтра палата представителей уже не работает. Ну и почему же полупобеда? Потому что на самом деле это решение еще должен поддержать Сенат. Ну и тут снова возможны проволочки. Потому что в стране должны состояться совсем скоро парламентские выборы. И вот потому сейчас в лидерах евроскептики, это представители партии Свободы, которые, собственно, в прошлом году и особо выступали за референдум, который заблокировал ассоциацию. Так что вот сейчас, возможно, еще будут сюрпризы. Спасибо, Лена. Ждем от тебя еще новостей.